Во имя Отца и Сына и Святого Господа В 35-й беседе на книгу Бытия Святитель Иоанн Златоуз говорит о любви к Богу Задорованные, обетованные нам блага Нам Господь обетовал чрезвычайные, превосходнейшие наши понятия, дары Разумею наследие Царствия Небесного Участие в неизвеченных благах жительства с ангелами освобождения от ены Не будем не верить всем обетованиям Потому только что не видим обещанного телесными очами Но помышляя о несложности обетовавшего и о великом могуществе его Господа нашего Да созерцаем эти блага отчами веры И судя по тому, что уже даровано нам Будем питать добрые надежды и в отношении к будущему Для того-то Господь и даровал нам многое здесь Чтобы вразумляемые здешними благами Мы твердо надеялись и на тамошнее Ибо тот, кто из любви к нам отдал сына своего Уже ли не дарует нам и всего прочего? Как и апостол Павел сказал Тот, который сына своего не пощадил Но отдал его за нас, всех нас Как с ним не дарует нам Если сына своего отдал за нас грешных Если удостоил нас дара крещения Если даровал нам оставление прежних грехов Если открыл путь покаяния Если для нашего спасения совершил бесчисленное множество других дел То явно, что подаст и уготованные нам в будущем блага По своей благости Предуготовив эти блага прежде, нежели мы явились в мир Уже ли он не даст нам и насладиться ими? А что он еще заранее предуготовил эти блага для нас Послушай, что он сам скажет к стоящим одесную Придите, благословенные Отца Моего Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира Матфея 25 глава 36 стих Видишь безмерную благость По которой он явил такую любовь к нашему роду Что еще прежде создания мира Уготовил нам наслаждение царством небесным Не будем же, прошу, непризнательны Не сделаем себя недостойными столь многих даров Но возлюбим, как подобает Господа нашего И не станем делать ничего такого, что могло бы прекратить его к нам благоволение Разве мы предначали это? Он, предупредив нас, явил великую и незреченную любовь к нам Не странно ли любить, не любите нам, сколько можем, того, кто так возлюбил нас? Он из любви к нам все претерпел с радостью Пришедший из самых, так сказать, недр отеческих Благоволил принять зрак раба Испытать все человеческие нужды Претерпел озлобление и бесчестие от иудеев Наконец приял крест и поносную смерть Дабы, посредством веры в Него Избавить нас, пресмыкающихся по земле И обремененных бесчисленным множеством тяжких грехов Помышляя обо всем этом Блаженный Павел Пламенно любивший Христа Обтекавший как бы на крыльях всю вселенную Старавшийся в теле явить совершенство бестелестных существ Восклицал так Любовь Христова объемлет нас 2 Коринфянам 5.14 Смотри, какая горячая любовь Любовь, говорит, Христова объемлет нас То есть возбуждает, нудит и увлекает Потом, желая пояснить слова свои, он говорит так Если один умер за всех, то все умерли А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего Видишь ли, как справедливо сказал он, что объемлет нас любовь Христова Ибо если, говорит, Христос умер за всех нас То умер для того, чтобы мы, живущие, не для себя уже жили, но для него Умершего за нас и воскресшего Примем же апостольское вещание и будем жить не для себя, но для умершего за нас и воскресшего Но как, скажешь, можем мы жить не для себя? Послушай опять этого блаженного Павла, который говорит Уже не я живу, но живет во мне Христос Галатам 2 глава 20 стих Смотри, как он, ходя по земле и будучи обложен плотью, жил так, как будто бы обитал на небе И обращался с бестелесными силами Потому-то в другом месте он сказал Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями Галатам 5 глава 24 стих В том-то и состоит жизнь не для себя, а для умершего за нас И воскресшего, когда мы как бы мертвые бываем в отношении к настоящей жизни И не привязываемся ни к чему земному Для того и Господь наш претерпел распятие Чтобы мы эту жизнь променяли на вечную Или лучше сказать так Через эту приобрели себе ту вечную Ведь настоящая жизнь, если мы бываем бдительны и внимательны Ведет нас к наслаждению вечную жизнью И мы, если захотим, хотя несколько воспрянуть и отверзнуть око ума Можем всегда питать в себе мысли о тамошнем успокоении И таким образом проходить и оставлять без внимания видимое И устремлять помысл к будущему и вечно пребывающему Как и блаженный Павел в наше наставление говорит так А что ныне живу в оплоти, то живу верою в Сына Божия Возлюбившего меня и предавшего себя за меня Галатам 5 глава 20 стих Итак, можем ли мы показать соразмерную любовь К тому, кто явил столь богатую любовь к нам? Если мы решимся положить и самую жизнь свою за его закон И для соблюдения данных от него заповедей И тогда невозможен достигнуть той меры любви Какую он явил в отношении к нашему роду Он, будучи богом, претерпел все это за людей И будучи господом за рабов И не просто за рабов, но еще и за неблагодарных Обнаруживших великую и упорную вражду Притом он сам предварил оказать такое благодеяние Недостойным и виновникам и бесчисленных грехах А мы, что не успеем сделать, ничего не совершим великого При всех усилиях возблагодарить предупредившего нас Таким благодеянием Наши дела, если только они последуют Составляют уже некую уплату за долг А то, что Господь делает для нас Есть дар и благодеяние, и великая милость Размышляя обо всем этом Возлюбим Христа, как возлюбил его Павел И не заботясь о настоящей любви к Нему Укореним навсегда в душе нашей Тогда мы станем посмеиваться всему И настоящей в этой жизни И на земле будем жить, как на небе Несчастьем здешним, не расслабляясь Ни скорбями не смущаясь Но, минуя все, будем спешить отсюда К возлюбленному Господу нашему Не будем роптать и на медлительность Но с блаженным Павлом станем говорить и мы А что ныне живу в оплоти, то живу верою в Сына Божия Возлюбившего меня и предавшего себя за меня Таким образом и настоящую жизнь проведем беспечально И удостоимся наслаждаться будущими благами Господу нашему слава во веки и веков Аминь